Тарифы на коммунальные услуги снова ползут вверх. С 1 июля в среднем на 10% поднялись цены на воду, газ и тепло. А с 1 сентября второй этап подорожания. Стоимость холодной воды, отопления и водоотведения увеличится еще на 3-4%. Екатерина Студенова продолжит тему. Нина Ивановна Бялик живет с мужем в частном доме. О повышении цен на коммунальные услуги не слышала. Узнала только когда пошла платить. Разницу в деньгах заметила сразу. На всем счетчике. На воде счетчики, газ-счетчик, свет-счетчик. Все кругом новые счетчики. Ну а вот до этого, как платили? Большая разница? Ну большая, наверное, разница. Все же я, когда у меня было по 200 с лишним кубом, я за такую сумму 489 рублей или 500 рублей платила. Большая разница. По словам Нины Ивановны, особых трудностей не ощутила, так как муж работающий пенсионер. Но для некоторых жителей нашего города повышение тарифов, как говорится, ударило по карману. Ну вообще-то ощутимо. Что-то у меня около 800 рублей всегда платежка выходила, а сейчас 1100 выходит. На 300 рублей все это подорожало. Ну я вообще-то пенсионер, это ощутимо сам по себе. Пенсию получаю. И как вот выходите из этой ситуации, как экономить на чем-то приходится? Ну конечно, я бы лишний, что-нибудь себе купила с продуктов или с одеждой, так сказать. Сейчас приходится экономией заниматься. Есть и другое мнение. Жители многоквартирного дома в микрорайоне Арженко вовсе не против повышения цен на коммунальные услуги, если бы эти услуги предоставлялись качественно. Ну у нас ректор-проводка. Значит, должно быть улучшение качества услуг. Вот вы снимите сейчас и посмотрите, какое тут улучшение качества услуг. Вот с какого года мы бьемся. И у кого только не было. В прошлом году КПЛО сюда Владимир Иванович приезжал. Смотрел все это. Это ЖКК этот был. Все посмотрели. Значит, все нужно сделать. Сделали, вот они, посмотрите, пластмассовые эти бутылки висят. Тут, тут, там вообще вот открыто. Значит, вот она, у нее машинка не работала. Значит, замерили тут 230. А в квартире 180 где теряются? А мы за это платим за все. Люди, живущие в многоквартирных домах, платят не только по индивидуальным счетчикам, но и по общим, которые установлены на жилом доме или в подъезде. Я вот плачу за квартиру у себя, что у меня по своему счетчику. А тот счетчик, какие показания дает, больше у нас получат вот все квартиры. И вот этот остаток, мы это на собрание приняли, чтобы на всех делили. А вот если бы как вообще в других домах, если вот у меня больше накрутило, то я ей должна в два раза больше еще платить. Точно так же, вот она теряется, вот эти услуги, вот они. Они должны это все сделать, тогда может такой потери электроэнергии не быть. Точно в воду и так, вот сейчас водяной счетчик поставили там в подвале, точно такая же музыка. Вот, и мы платим наравне со всеми. Люди живут в новых домах, платят благоустроенные, в комфорте живут. Такие же деньги, и мы платим такие же деньги. С 1 июля тарифы на коммуналку выросли в среднем на 10-15 процентов. Но с 1 сентября еще на 3-4 процента подорожает холодная вода, отопление и водоотведение. Екатерина Студенова, Алексей Шиповалов, Новости ТВ Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова